В жизни они обычная супружеская пара, но на рыбалке они непримиримые соперники. Здесь каждый сам за себя. Здесь решается вопрос, кто лучше, кто выиграет этот бой. В каждом выпуске новая рыбалка, новые задания и непредсказуемый результат. Это шоу «Рыбак и рыбачка». Победитель будет только один. Победитель международного турнира среди взрослых по спиннинговой ловле с лодок за самую крупную рыбу. Опыт ловли спиннингом 20 лет. Я орел. Такой ты орел. Я орел. Ну ладно, я орешк. Как обычно, всегда обделяет меня. Вот так и же весней. Сначала у тебя нет, не буду. Едите от меня. Неинтересно, с тобой ловить стало. В одно дно поймал, но уже две. Пока клюет, надо брать. К девятой игре проекта «Рыбак и рыбачка» супруги Дайковы подошли со счетом 5-4. Леша сумел сократить разрыв и по-прежнему имеет шансы на победу. Но для этого ему нужно обыграть жену. Ну что, мы сегодня приехали на форелевую рыбалку? Да. Ты готова сегодня поймать форель? Да, готова. Правда, я ее никогда не ловила. Ну, я тебе научу, покажу тебе правильную проводку. Все тогда. Погнали ловить. Погнали. Аня рассчитывает на свои силы, и пока эта тактика вполне оправдана. Ну что, Алексей, почему сегодня будем по хвостам или по весу? Ну, я так, как обычно, предлагаю кинджебий. Ну, ты за вес или за хвост? Давай я за хвост, как обычно. Ну, давай ты за хвосты. Я за вес. Я орел. Я орел. Какой ты орел? Я орел. Ну, ладно. Я орешка. Как обычно, всегда обделяет меня. Вот так и живи с ней. Надо говорить быстрее, то пока тормозишь. Ну, по хвостам. По хвостам. Ну, как обычно, тебе везет. Ну, сегодня мой день. Согласен. Жеребьевка проекта не в пользу Леши, но преимущество у него есть. Он уже ловил форель. Аня же на этой рыбалке впервые. Посмотрим, как пройдет первый тур «Бои без правил». Ловить на любую снасть без ограничений. У соседей первые поимки. И тут же поклевка у Ани. Вот это да! Ну, вот, сначала у тебя. Нет, не буду. Едет меня. А ты мне ее снять не хочешь? Нет. Леша, у меня руки... Я рыбу ловлю. Я тебе могу достать только под сак. Повесь мне эту. Самую. Тихо. Тихо. Вот все, что я тебе могу сделать. Подожди, не спеши. Можешь кидать сюда. Вот ты моя молодец. Умешь ловить иногда. Сработало рыбацкое правило. Новичкам везет. Аня поймала первое и открыла счет в этой игре. Но ее радость у лова омрачена легким разочарованием. Я от форель, честно говоря, ожидала более большого сопротивления. Судак с щукой они ощущаются сильнее просто на спиннинге. Особенно щука, да, ее сопротивление. Я думала, почему-то, что форель, она будет сильнее. Нет. Но, может быть, в природе она будет сильнее. А на наших водоемах нет. Ну, мы поставим темную. Леш. Слышь, ты совесть имеешь? Не. Дожди, весна запуталась. Подожди чуть-чуть. Леш, ну как я тебя подожду? Есть. Подожди. Вообще, сарезь. Рыбка. У тебя резина сажала, все. У меня еще есть. Блин, вообще. Заменячий. Леш, помоги, я не могу ее удержать. Поможешь? Да, сейчас я помогу. Сейчас. Подожди, сейчас я закину пару раз. Леш. А что тебе помочь? И я туда кину. Я под сарк тебе дам. Вот так вот. Резвый Анин старт, две поимки одна за другой, кажется, выбили Лешу из колеи. И это понятно. Одни и те же снасти, условия и возможности, но у Ани две поимки, а Алексей с нулевым результатом. Что за секрет у лидера? Выбрала я сегодня черно-белый цвет и пасту с запахом сыра. Ну, в принципе, и приманки у меня, они все сырные. Даже могу, а то он все равно сырный. Мне интересно, чтобы ловить стало. Ладно, одну поймал, но уже две. По-моему, придется мне тоже на резину ловить. А у тебя есть что-то такие? Да. Ну, немного, я оборвала в этот раз три штуки. Две форели Аню явно не устраивают. Не давая возможности сопернику даже дух перевести, Аня тащит еще одну. Если это не нокдаун, то что это? Слушай, а может, я туда? Что, тебе помогать это? Да, мне ответ помогать. Ну, клуби на место. Расслабляться мы не можем, мы будем еще ловить. Пока клюет, надо брать. Да, Ков, ты меня сглазил, не клюет больше. Не, ну, сама понимаешь. На данный момент я тебе проигрываю в полную. В полную, это когда у меня будет 10 штук. Сколько? 10. Зачем тебе столько много? А, не знаю. Чтоб тебе такой хор на второй тур дать. Чтоб ты спокойно пошла в ресторан, а я ловил, да? Да. Пригонем тебя. Аня. Ах ты, блин. Спасибо большое. Что, ушла? Волошенька, я не специально. Я понял, что не специально. Давай это сделаем хотя бы вот так тогда. Вот так должен вот так лежать. Ну, вот так. Не специально, вообще не старалась. Это честно. Не, честно, гадость не старалась делать. Она сама получается. Ты сейчас еще поймаешь. Крупная была. Не знаю. Не знаешь? Ну ладно. Вот это невезение. Нечайное движение и долгожданная рыба уходит. Аня понимает эмоции Леши как соперник и как жена. Я тебе так же помогать теперь буду. Ну, Леш, я не специально. Все, теперь моя очередь ловить. Лови. Шпурь отпускай. Заметь, как я тебе помогаю и как ты не помогаешь. Ну, спасибо. С тобой никакой рыбалки. Рыбалка только у тебя. Она будет на черненькую резинку. Я поставлю салатинку. А, все-таки поставил? Да, попробую. Для него, что ты мне помогла хоть в первый раз нормально. Смена наживки. И фортуна сменила гнев на милость. Наконец-то улов и у Леши. Ну вот, поздравь меня с первой рыбкой. Поздравляю тебя с первой рыбкой. Тебе осталось еще три. Ну, правда, ты не успеешь ее поймать, но можешь попробовать. Сколько у нас там времени там? Немного еще. Ну, у нас-то осталось еще пять минут. Неужто ты решил меня догнать? Какая она прям... Опа! Леш, я старалась. Я знаю. И это не я. Стабильный результат. Это не ко мне. Ну, первый сход, это она мне сделала мне дать подсак. А второй сход просто плохо заглотила. Или что-то может сделать неправильно. И она выскочила. С крючка соскочила. Не скажу, что это целиком моя вина, да. Скорее всего, она подсек, да, не очень хорошо, да, и рыба сошла. То есть, если она намертво сидит, она и будет сидеть, она никуда не денется. После первого тура Аня явный лидер. Счет 3-1. Справится Леша с таким ударом. Иди, пожалею. Пожалею тебя. Все, начинаем. Да. Аня, помоги хоть, Аня. Иду. Добытчик ты мой. И ты понимаешь, что теперь у нас финальная битва будет? Да, я понимаю. Кто выиграет, кто-то выиграл. Да. Ну что, Алексей, второй тур подошел к началу. Надо определиться, какие у нас условия. Условия либо спиннинг, либо лодочка. Давай. Что ты теперь выбираешь? Спиннинг. А что, Орел или Решка? Решка теперь. С тобой нельзя играть, все равно обманешь меня. Давай. Да сейчас тебя. Я добавлю. Так ты Решка, да? Да, я Решка. Та-да-да-дам. Я честно. Иди, пожалей. Пожалей тебя. Все, начинаем? Да. В втором туре, что мне досталось с удочкой, это просто кошмар, могу сказать. Тем более, вот эта удочка, которая длинная, с кольцами, это самое неуносимое, что можно представить. Поэтому она, может быть, и выбрала спиннинг, но, может быть, с другого плана, что она еще начала на него ловить. Собираю удочку. Самое мое нелюбимое занятие. По мне, лучше на спиннинг ловить, ловить. Ну, увы. Проиграл. Я так понимаю, проиграю и сегодня пополнить. Да ладно тебе. Никогда я не любил эти удочки. Катаем шарик. Правильно же? Да, катай шарик. Надевай. Специалист. Да, конечно, специалист. Поймал четыре рыбины, теперь уже специалист. Леш. И немножко ее к краю приплесну. Ага, вот так вот. И край вот этот округляет. Леш. Ну, воем. Я же говорю, только начало. С поля отпускай. Вот здесь я тебя поучу. Старт второго тура. Пока Леша готовит свою снасть, безудержная Аня продолжает закреплять успех. Старок-то возьми, если хочешь. Да что, что, какая я. Спинку беру, а то зацепит, все сломает. Вот такая рыбалка. Закинул удочку и стоишь. Давай хоть подцак в один, буду терю ловить. Я готов. Ты готов? Да. Пока нету. Ну, я жду. А ты специально, чтобы она не поймала. Я уже типа это. Я отошел, чтобы не на тебя. Я что-то начинаю премировать. Подвигайся. Да тут побегать бы не мешало. Слушай, Аня, у меня к тебе есть предложение. Ну? Давайте денежку дам. Пока сходишь в ресторан, позавтракаешь. Сейчас тебе. Ты мне потом, может, денежку дать. Нет, потом уже не получится. Леша, у меня проблема какая-то. Ну, у меня зато есть время повоить рыбу. Прови. Печалька какая-то. Это беда. Я бы помог бы тебе, но я рыбу ловлю. Поклевка на удочку у Алексея. Неужели возрождение интриги? Это уже интересно. Ты за меня рада? Да, я рада. А как-нибудь за тебя рада. Один-один у нас. Леша сравнивает счет во втором туре. Вот тебе и удочка. Может быть, именно она станет для него спасением. Вот. Слушай, а на удочку тоже нормально ловить. Тебе понравилось? А видел, как клюет прикольно? Ты прям ведешь, по-моему, плавку. А я вот не специально. Я знаю, что не специально. Как обычно. Маленькая-то, а какая прям рыбкая. Я заметила, чем рыба мельче, тем она почему-то более, она прям такая... Прям ей надо вырваться. Она начинает гулять из стороны в сторону, бегать. А крупная рыба, казалось бы, да, она должна быть еще сильнее. Она идет спокойнее. Равный счет держится пару минут. Аня жесткий соперник. И ее спиннинг – настоящее оружие. Она снова впереди. Ну вот, превосходная вещь. Да, такой напряженной игры в проекте еще не было. Алексей – боец. И положение аутсайдера его явно не устраивает. А мы сравнялись все-таки во-два. Удочка-то тоже работает. Типа аутсаку подать, а все, уже не клюет. Ну, здесь ты не чувствуешь поклевку, получается, на удочку. Ты видишь, что наклюнуло, и все. Подсекаешь, рыба там или нет, уже как бы это как повезет. На спине ты чувствуешь саму поклевку, как бы тебе это гораздо ощутимо в руку. Ты уже чувствуешь, когда подсекаешь это. Это более приятное ощущение, чем на удочку ловить. Ну, раз досталась удочка, значит, будем ловить на удочку. Аня, помоги хоть, Аня. Иду. Ой, добычек ты мой. А как иначе с тобой? Ну вот, шикарная рыбка. Маленькая только. Иди чай попей. Я выпила уже. Еще попей. Не качь больше. Аня, ты будешь уху? Ну да, наверное. Схочешь? Пойдем вместе, она горячая, я не донесу. Пойдем. Попытки Леши нейтрализовать Анину активность тщетны. Она играет до победного. Но даже в разгар битвы есть время для обеда. Миска горячей ухи. Что может быть лучше на рыбалке? Может, чудотворная уха и удачи прибавит? Спасибо. Тебе подождать? Очень вкусная уха. Вкусная уха. У тебя еще такой кусок смачной положения. Ну, как бы мужику-то должно быть повыше. А, вот так вот? Да. Ну, это вообще неравноправие. Вот так вот. Ну-ка, смотри на мост-паук. Если ты не ловишь, я-то ловлю еще. Аня, помогай, 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 помогай. Опа. Это что, у нас теперь ничья, что ли? А теперь я сравнил счет. Ах ты, паразит. Какие же они все-таки живучие. Яркий камбэк Леши подчеркнул всю прелесть рыбалки. Здесь никогда не знаешь, чем все закончится. Все у нас. 5-5. Ну, ладно. Аня, ну, судя по времени, на последних минутах я поймал рыбку. Тебе, как мне странно, сегодня везет? Да. Так что у нас теперь ничья? Ну, хорошо. Или ты будешь считать? Не, я верю. Я помню, кто сколько поймал. Хорошо. Настолько замерзла, что уже так же... Да, мне уже все равно. Не можно было не ловить, сразу сказать, что ничья? Нет. Надо было, чтобы все было по-честному. Я не люблю холод. Я люблю лето, и потому для меня это прям испытание. Мне холодно. То есть я, типа, улюбивый человек, я люблю лето, что мне было комфортно, мне было тепленько. И да, для меня это уже как выживание сегодня идет. Ну что, Алексей, сегодня была хорошая рыбалка. Весь народ почти разошелся, и мы тоже поедем домой? Да. Поедем домой. Греться. Да. Мы едем греться. Ну, ты довольна рыбалкой сегодняшней? Да. Как тебе ловлю порели? Щука с судаком все-таки интереснее. Я согласна. Чем тебе интереснее, Таня? Не, я думаю, знаешь, если порель половить в природе, это будет тоже незабываемо. Ну что, все, заканчиваем. Что тебе помочь? Мне помогать ничего не надо. Не мешаться? Можно, да, не мешаться. И ты понимаешь, что теперь у нас финальная битва будет? Да, я понимаю. Кто выиграет, тот и выиграл? Да. Давай так уж сделаем, потому что там может быть ничья. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, себе увеличивай шанс, у тебя их нету. У меня есть всегда шансы. Нет, у тебя их нету. Ладно, все тогда. До следующей битвы. Да. Поехали домой. Почему Аня ловила больше, чем я? Ну, я так понимаю, что она просто выбрала правильную наживку. Все-таки есть такое. Правильная наживка, выбранная вовремя, намного больше выручает, чем подбираешь заново. Я хотел наживку попробовать сначала блеснами половить. Цветов у нас гораздо больше блесен, чем резины. Но получилось, что у меня было вот это ошибочное мое мнение. Она сразу выбрала себя, и одним цветом она все и поймала. Но я же не могу не убрать этот цвет. Я буду все равно ловить на свое. Ну, а во втором туре он, наоборот, ловил. Его просто сегодня удочка, а мой спиннинг. Вот и все. То есть, если муж изначально бы он на удочку ловил, он бы наловил столько же. То есть, у каждого своя снасть, которая вот ему сегодня с ней повезет. Вот и все. В финале, надеюсь, мне больше повезет. Я буду ловить только на спиннинг. Даже если мы выберем на второй тур опять спиннинг-удочка, надеюсь, не достанется только спиннинг. И я уже подберу приманку, которая мне нужна. Ну, некоторые приманки, может, еще подкуплю, чтобы она не знала. Надеюсь, что у меня... Как обычно, все проскочат. Продолжение следует...